Стар Ладер ТВ 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 Ну что, ребята, обязательно, конечно, будем следить за трансляциями, болеть за своих, но немножечко попозже. А пока, до старта матча, я вам расскажу о таком интересном ресурсе под названием волкум.ком. Вот, что это за ресурс? Ну, это некое подобие букмекерской конторы, но немножечко расширенными возможностями. Отличает этот ресурс от всех других букмекерских контор тем, что здесь можно создавать свою фэнтези-лигу. То есть, вы можете в одну команду засунуть Пашу, Дэнди, взять еще какого-нибудь СФО, туда допикать, я не знаю, ну, кого угодно. В общем, со всех команд, и, в общем, чтобы эти ребята для вас зарабатывали поинтсы, и вы выигрывали какие-то свои денежные средства. В общем-то, ребят, ну, поподробнее я вам расскажу. В общем-то, сайт волкум.ком, после регистрации вы попадаете вот на такое окно, где вам предлагается, в общем-то, выбрать то, чем вы хотите здесь заниматься, на этом сайте. Можно оставаться в фэнтези-лигу, можно просто ставить деньги на тот или иной матч, или голд, это внутриигровую валюту. Можно какими-то розыгрышами заниматься, вот такой джекпот есть. В общем, здесь есть магазин за голду, который, так говоря, бесплатно дается на этом сайте, только за посещение этого ресурса вы получаете самый голд. Можно покупать какие-то шмотки в CSGO и в Dota. Вот. Вот такие вот возможности, скажем так, есть на этом ресурсе. Вчера мы с вами уже попытались немножечко освоить и попытались даже сделать свою фэнтези-лигу, немного не успели. Вот сегодня попробуем все-таки наверстать упущенное. После того, как вы зарегистрировались на этом сайте, у вас есть возможность вложить свои деньги. Собственно, можно это сделать с помощью Paypal или с помощью кредитной карты. Вот видите, у меня на счету есть 50 целых баксов. И мы сейчас попытаемся куда-то, куда-то часть этих денег вложить и что-нибудь даже выиграть. Итак, что есть? Ну вот заходим на фэнтези. У нас есть список доступных матчей. Доступные они как и по Dota, так и по CS. И, конечно же, есть Loll. Ну, нас интересует Dota 2. В частности, нас сегодня с вами ожидает Star Series. 13 сезон. Показал для этого мы с вами как раз-таки сегодня здесь собрались. Европейский дивизион. Ну и второй день групповой стадии. Вчера был первый. Если вы не смотрели, посмотрите, буду повторить. Так вот, сегодня будет два матча. Забегая наперед, скажу, что будут играть VEA Squadron против ребят из FOTCL поначалу. А потом ребята из Alliance будут сражаться против команды Arcade Power Rangers. Вот так вот. Вот. И на сегодняшний матч созданы несколько видов конкурса. Таких, да, контест, как они здесь называются. Что нас здесь интересует? Ну вот, например, написан Price Pool. Это то количество денег или голды, которые вы можете здесь выиграть, участвовав в этом контесте. Entries. Это... Или Entries. Я, извините, не особо силен в английском, поэтому простите меня за это произношение. Здесь количество указано людей, которые принимают участие в данном контесте. Есть 27, есть... Такие контесты, в которых люди еще не принимают участие. Написано, через сколько лига будет стартовать этот розыгрыш. Ну, так как Star Series начинается через 5 минут. Первый матч, первая игра. Соответственно, через 5 минут закроется невозможность поиграть. Ну, и входной, скажем так, level. То есть, то количество денег, которые вы должны будете заплатить за то, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше. Ну, тут есть всякие. От мала до велика. От величины. Посмотрите, 500 долларов можно потратить. Но мы будем, наверное, аккуратнее пока. Для теста, скажем, использовать вот этот контест. Здесь очень много людей принимают участие. И входной порог всего лишь 5 центов. Вот. Ну, давайте зайдем сюда. Вот эти как раз-таки 2 матча здесь расписаны. 6 карт, соответственно, может получиться. Написан способ подсчета очков. Salary Cup. Это то количество денег, которое вам дается на покупку 8 игроков в свою фэнтези лигу. Вот. Вы только этими деньгами можете восприжаться. Ну и прайс пул 60 баксов. Окей. Intercontest. Так и нажимаем. Ну что, попадаем в вот такое окно. Что мы здесь можем сделать? Ну, мы здесь с вами можем набрать команду. У каждого игрока из этих 4 команд, представленных здесь, есть своя цена. Видим, что самый дорогой у нас оказывается Паша. Его, пожалуй, сразу и купим. Он больше всех поинтов приносит. Средний мы видим 28. Ну, естественно, и дороже стоит. Допикаем в команду кого-то. Ну, я без мага не играю в фэнтези лигу, поэтому берем мага. Который, кстати говоря, вчера очень даже неплохие игры показывал. Был товарищ Num, который сделал рампэйдж. Давайте его тоже возьмем. Из веги мы взяли 3 игрока. Что довольно много, они все дорогие, поэтому будем из других коллективов брать более дешевых товарищей, скажем так. Ну вот, например, возьмем Джеймса из Power Rangers. Возьмем, пожалуй, Пигнума. Пять уже есть. Осталось у нас 3700 на три игрока. Это в среднем где-то 1200 даже с небольшим получается. Надо взять кого-то из FOTCL. Кого мы здесь можем взять? Давайте Секси Бамбу возьмем. Почему бы и нет, да? Секси Бамбу к нам. Из Лайнс мы с вами никого не взяли. Так что Бульдога возьмем. Пусть будет Бульдог зарабатывать очки. Ну и остался последний игрок. Нужно на него потратить 1200 голды, чтобы по максимуму использовать вот эти вот 10 тысяч голды. Данных к Селери. Кого же мы возьмем? Кого же мы возьмем? Вот 1229 есть чешевский код. Давайте кота возьмем. Будем быть чешевский код. Ну вот, я сформировал свою команду, своих 8 игроков. В общем-то, практически по максимуму использовал все возможные деньги, ресурсы. Ну и вот можем нажать на эту кнопку и будет у нас Join Contest. А! Сперва нужно выбрать Shot Caller. Shot Caller это тот игрок, на которого мы ставим все свое предпочтение. Все, ну, удвоенное количество ПТС. И при подсчете очков, когда все матчи пройдут, на этого игрока будет делаться упор. Ну, на того, кого выберете. Давайте делаем пашу. Окей. И теперь нажимаем Join Contest. Ну, вот тут написано, что наша команда принята была. Все 8 игроков. Здесь предлагается также поучаствовать и в других. Но нас остальное не интересует. Все. Go to lobby. Так вот, после матча потом можем посмотреть на результат и узнать, собственно, что же мы там выиграли или не выиграли. Вот такие вот расклады. Ну, также не забывайте, дорогие друзья, что если вы будете здесь вносить свой депозит и хотите поучаствовать во всей этой системе, делать ставки, вставать в свою фэнтези-лигу, то вносять депозит, не забывайте указывать код StarLutter. Вот. Если вы его укажете, ваш депозит будет удваиваться вплоть до 100 тысяч долларов, по-моему, что-то такое. Вот такие вот расклады. Вот такой вот интересный ресурс. Кому интересно, принимайте участие. Вот. Под плеером, в принципе, там все ссылочки имеются. И там же можете нажать кнопку, чтобы зарегистрироваться. Напомню, сайт vulkun.com. Ну, вот мы с вами рассмотрели только одну из возможных вариантов использования этого ресурса. Вы можете также просто делать ставки на матч, как это делается на других букингерских конторах. Можете там джекпот, попытаться нахалявить как-то там, покупать шмотки, ну и все остальное. В общем, все на ваше усмотрение. Так, ну а мы с вами, дорогие друзья, сейчас прервемся на коротенькую перебивочку, на коротенькую паузу. И после нее ворвемся уже на первую игру. Вегас, Падрон, просто ребята из ФОЦЛ будут катать. Матч будет очень-очень интересный, поэтому устраивайтесь поудобнее у ваших экранов, ваших мониторов. Вот, запасайтесь какими-то вкусняшками, питьем, едой. И сегодня мы с вами весь выходной вечер будем посвящать просмотру доты в рамках 13-го сезона Starlander. Субтитры создавал DimaTorzok Егейминг Бэтс Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone Counter-Strike и StarCraft World of Tanks и League of Legends EGB.com Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ждем, пока закончится вторая стадия банок. Ну, вчера Вега-Сквадрон показали очень даже неплохую игру. В принципе, с обоих проблем они там справились с противником. Заработали свои очки. Сейчас противник будет несколько, ну, скорее всего, несколько посильнее все-таки, да. Греки хоть, конечно, показывают в целом иногда интересную тоту. Но по опыту игры, прямо скажем, конечно, Вега-Сквадрон смотрится получше. Ну, а в ОЦЛ, собственно, нам всеми знакомые ребятки. Тут даже присутствуют чемпионы мира по доте 13-го года. Поэтому, как мы понимаем, состав довольно серьезный и на многое способен. Итак, во второй стадии драфта Сёма добирает Бестмастера. Ну, этот персонаж для магов сложную. Ноуанс играет наш Фадофф Финди, скорее всего, в мид-линии. Дисраптор у нас будет. Суппорт, суппорт. Ну, может быть, для мага. Ой, извините, для мага, для, конечно же, соло. Может быть, Сёма отыграет. Ну, и Фа ЦЛ. Ждем их третий пик. Ну, для пайката вроде как герой уже есть. Да, это Кинл Фейн, мид-линию. Тускар непонятно, будет ли позиционировать себя как оффлейнер или как суппорт. Может Сексибамбу отыграть, может, в принципе, отыграть и Сошка на нем. Летим. Вичдоктор. Третьим пиком. Хорошо. Вот он подъехал с суппортом. Тоже точно будет с суппортом. Ну, что есть. У Вегас Квадрон, в принципе, есть возможность инициировать. Неплохой должен быть старт за счет перемещения дисраптора. Будет у СФ какая-нибудь какая-то помощь в виде этого героя. Ну, маг на бестмастере в сложную, думаю, должен нормально будет отстоять. Вчера, кстати, говорят, этот герой он уже катал. Ну, там. С переменным успехом у него всё получалось. И был небольшой фит. И вроде потом оправился. Но в целом... На этом герой катать он умеет. И вот ЕС добирает на позиции второго суппорта Вегас Квадрон. Окей. Так, говорят, тут ТВ не слышно. Давайте пробуем пофиксить эту проблему. Тут ТВ должно быть слышно хорошо. Да. Должно быть всё замечательно. Проверяйте. Ну, что дальше? Фоцелл. Контроля Вегас Квадрон очень много. У них есть и стан бестмастера, и ЕС прокастом, и дисраптор. Может, кинетик как-то зацепить, да и вернуть, может, к лимсом нужную точку. У Фоцелла, в принципе, есть каски от Вич Доктора. Ну, в плане нанесения возможности, скажем так, контроля противника. Есть Тускар, тоже герой, в принципе, неплохой для этих целей. Поначалу там есть возможность неплохо перемещаться, опять же, за счёт грамотных действий и суппорта. То есть, помощь Queen of Pain в миду будет. Ну, и пусть, конечно же, попытаются немножко подгнобить Шадо Финда. Хорошо. Но мы по-прежнему не знаем, кто же будет на керри позиции у Фоцелла. Какого персонажа будут брать для того, чтобы убивать оппонента. Ну, и Вегас Квадрон, кстати говоря, не показали ещё персонажа, который будет тоже фармить. То есть, керри здесь ещё не обнаружено. Алхимист! Алхимист! Ой, да ладно! Вот вчера как-то всё обходилось без алхимиков. Я вот после приезда с отдыха всё ожидал, что сейчас первыми пиками начнут алхимиков разбирать или банить. От алхимиков вчера просто был проигнорирован. А сегодня видим, что Фоцелл о нём вспомнили. Вспомнили и решили четвёртым героем себе забрать. Ну что ж, как потенциал у Алхимик, конечно же, он шикарный. И будет он здесь, скорее всего, стоять даже на медленне, а может быть и в лёгкой. В связи с того, как будут в Фоцелл на этого героя играть. Ну и что самое интересное, где-то в потенциале на более позднюю стадию игру есть возможность всем оставшимся пока троим персонажам купить аганим. А это всегда плюсик. И ВД будет хорошо смотреться. Ну, Тускару такое себе. Ну, тоже приобрести, в принципе, можно. Ну и, конечно же, Кмин оф Пейн. Аганим как артефакт крайне необходим. Ну, это кто как раскачивается. Мы знаем, что у алхимиков есть несколько путей для раскачки. Можно уходить в атакового семисупорчего, собирающего аганимы для своей команды. Можно просто уходить в героя лейтового в своего. То есть одеваться и играть только на себя. Такие варианты тоже присутствуют. Ну, вот Некрофос, как такая заноза для алхимика, была убрана сразу же от поцел. Они не захотели мне против этого персонажа играть. За Ваней также была Винтер Виверна. Ну, что ж. Вега Складрон должны показать сейчас своего керри. Паша, на ком же ты будешь фармить и уничтожать? Большой вопрос. Кто должен будет... Ну, переформить алхимика в принципе невозможно. Поэтому кто должен будет его переконтрить, скажем так? Кто должен будет нафармить и убивать этого самого алхимика? Ну, можно взять героя кого-то поактивнее. Ну, вот Эмбер Спирита нет, к сожалению. Но можно взять кого-то Слардару. А Слардар тоже банил. Боже, они всех перебанили. Таких активных героев, которым покупаешь там первоначальный один какой-то айтем, блинк или что-нибудь типа БФ, и идешь и уничтожаешь. Ну, есть какие-то вариации, должны быть, во всяком случае. Можно купить Темпларочку. Вот так вот, просто купить ее, поставить и в мид, а СФ поставить на легкую. Как вариант. Ну, может быть, несколько неудобно будет Темпларке против Клопы стоять, но тем не менее. Темпларк одиннадцатых героев, который тоже особо сильно в артефактах не нуждается. Купил ей какой-то Блинк. Ну, там, нафармил впоследствии Дизоли и бегаешь и убиваешь. Таким, во всяком случае, будет больно. Ну, как вариант. Вариантов еще масса. Мы знаем, что Вега иногда через Свена любит играть. Ну, в общем-то, как и подтверждение моим словам, действительно играть будут через Свена. Ну, и Клок Вега добирает себе, ребята, из ФЦЛ. Персонаж на сложный. Заехал. Отлично. Ну что ж, состав укомплектован. На первую карту давайте поехали. Поехали смотреть. Говорю, что опять у меня нет ДТВ. Ребята, я не знаю, что делать, чтобы у меня появился ДТВ. Я вроде так кликал, тут кликал. Вот так оставлю. Сейчас вот появится ДТК. Там будет облачко такое. Если оно будет гореть, значит, все хорошо. Так, пока ребята себя разбирают героев. Ну, Вега-Эскадрон сразу определится на ком. Это, в принципе, было более-менее понятно. Так, Мак на Бестмастер отправится в сложную. Но Ван на Шадоу Финди в мид. Паша будет играть на легкой, на Свене, конечно. Ну, и суппорты Сол на Дисрапторе и Сем на Есе. Сразу же отправляется Сол на легкую линию. Через ДТП. Там Курьера все потом впоследствии закупил. Сейчас главное пойти и не дать Оффлендеру поставить Абсервера. Секси-бамбусам не торопится. Пешком передвигается, правда, на сапоге. Но, тем не менее, готов так вот на халяву пройти и поставить вордец. Но здесь ему будет уже путь закрыт. Кстати говоря, через ДТП также пошел и Мак. Сам вордец в чужие леса. И это у него, кстати, получилось сделать. Никва прибегает сюда на сапоге, но он не видел. Не видел Мага. Маг успел еще Абсервера тыкнуть. Ну и все. Спокойно смотался. Но вот буквально доли секунды не хватило этого Никва, чтобы просто обнаружить телодвижение от Мага. Просто по тому, по уходящему этому самому бестмастеру можно было примерно определить, в каких местах он поставил вордец. И пытаться раздеваться, конечно, точку. Пожалуйста. Секси-бамбу ничего не получилось. Пробежался. И вордец поставить не смог. Ну, Секси-бамбу дан. Глокверки сложный будет у нас, собственно, Никва. Суппорт Тускар. Егэм будет играть на Суппорт Витч Докторе. Пайкат в миде на Квин оф Пейн. Сакс Алхимик. Вот так вот. Ну и контроль Церун. Очень важно, конечно, для Алхимика забрать первую баунти руну. Вообще очень важно прокачать Гривилс Грид до этого момента. Он сделал все замечательно. Ну, были у меня довольно забавные случаи. Опять же, это все уже из моего горя опыта от паблик игр на рейтинге. Когда вот на 5 КРММ приходили алхимики такие. Ребята, оставьте мне руну, оставьте мне руну. Ему оставляли руну, а он забирал ее, не прокачав Гривилс Грид. Бывают такие сет-стори. Но здесь все обошлось. Здесь все-таки Алхимик взял себя. Баунти руну. Денег у него стало, видимо, очень-очень много. Сразу 740 голды. А значит, старт будет у Алхимика хороший. Причем поставили его на легкую линию. Очень важно и очень знаменательно в этом плане, что Алхимику дает возможность просто по-фрифармить. Все же в миде, когда Алхимика ставят, он испытывает какие-то трудности. К нему постоянно на линию смещаются суппорты противника. Мучают его, пытаются отогнать. А тут, кстати, Магу убивают. Так, Маг. Ну, дорогие друзья, вы помните, наверное, по опыту вчерашней трансляции, что если Маг умирает, то он не фидит. Маг создает спейс. Ну, вот Маг сейчас спейс не создал. Но довольно серьезно, конечно, пострадал. Выдушно было провязать свой хилинг селф. Стали только там гусики. Но главное, что в живых остался и ФБ не отдал. Это самое важное. Ну, в миде, как и ожидалось, клопа против СФ, но никогда они не будут стоять один против одного. Всегда будет помощь от суппортов и стоит с другой стороны. Ну, в этой помощи, скорее, больше нуждается СФ, нежели Квинов Пейн. Квинов Пейн, все-таки, против СФ, это персонаж довольно самостоятельный. Вот, так что Сёма здесь был крайне нужен. Смотрите, нападают на Сёму. Тут Шадоу Страйк повесили. Пытаются запинать с руки, но Ван не подпускает к своему тиммейту. Парочку ударов тому, второму. Развесил и дошел. Вот. И благодаря такой начальной помощи, но Ван, ну, вот, смог нафармить хотя бы, забить пять крибочков, а с Денайд. Ну, КП даже, видимо, меньше. Ну, но Ван первоначально это лучше получит, потом уже игра попроще пойдет. Так, в спину заход на мага. ЕГМ заходит. Маг, маг. Опять подставляется. Есть сказки. Айшотами ему перекрыли путь. Дает он топорики, но это его явно не спасает. Ну и, естественно, нам Space тот самый создан. Магом и ФБ для ребят из Фоклава Арсенфекла. Ну, вполне ожидалось вообще такой момент. То есть, я удивлен был, что изначально Алхимик вместе с Тускаром не убили сразу мага. Но когда подтягивается еще и Вич Доктор, то шансы выжить у Бестмастера, ну, практически нулевые герои, без эскейпа, не сильно плотный, не сильно толстый персонаж поначалу, поэтому убивать его можно. Ну, а здесь, так сказать, Бамбу пока не подставляется. Поэтому против довольно серьезный даблый, хотя бы тут он как раз таки подставляется. Кинетико его зажали, ставит койки, Паша его разрезает, делает фраг и спокойно уходит. Но тут неплохо поймали. Под крипами при всем при этом еще. Неплохо раскастовался соло. Раппус белый левел третий. Вот оффлейнеры на оффлейнеры таки разменяли. Мид ДСФ 6 на 4. Уже пайкат, в те времена, 9 на 5. Но смотрите, как только отошел суппорт от Ноу Вана, тут же Квапа начинает доминировать на линии. Ну, тут, конечно, суппорт отходил не просто так. Он наделал стаков. Эти стаки потом будут использованы. Снова атака на Мака пошла. Мак. Ну, отлично, отлично. Пока Мак вот прям очень много спейса стоит для своей команды. Прям такое огромнейшее блатно. Это все карты, это все для своих ребят. Так, ну, здесь закрывать, конечно, фиссура и Квин оф Пейн не получится. Всегда у нее есть блинк на эскейп. Такая себе затея. Так, ну, а все, он продолжает стакать по ДСФ. Ну, не дофармливая где-то на мид линии крипов, но Ван компенсирует, конечно, это вот путем вофармливания стаков на нейтралах. Поэтому, в принципе, пока все тут более-менее неплохо. Но при этом надо понимать, что все более-менее неплохо и даже очень неплохо идет у товарища Саксы. Это проблема. Баунтеру он забрал. Фраг он сделал. Ассист он сделал. Стоит, фармит. Крипов убил больше всех на карте. Ну, вы знаете, алхимик, конечно, герой такой, которого убивать можно поначалу, но если он получает буст и его никто не трогает, потом остановить этого зверя будет очень сложно. Ну, и, конечно, очень будет интересно посмотреть, затем, какой айтем билд предпримет Саксом. Потому что, ну, есть разные вариации раскачки. Да, вот мы говорили с вами такого семисупорчича, алхимик, который собирает агоним для своей команды. Здесь таковым он, скорее всего, не будет. Потому что все-таки поставили его на легкую линию. Здесь, скорее, мы с вами ожидаем алхимика, который будет раскачивать себя. Следовательно, тут у нас тоже несколько вариантов. Покупаем Радиан Сакторинкор Манта Стайл. Такие вот артефакты. Либо же какие-то такие, условно, Абисл Блейда, Асалки, Рас, БКБ и Блинк Даггер. Такой вот убивец алхимик. Ну, второй вариант, кстати говоря, мне нравится больше. За время квалификации к мейджору мы с вами наблюдали огромное количество алхимиков, большая часть которых как раз-таки была вот через Акторинкор Радианс. Ну и прямо скажем, герой такой не впечатляет. Долго не живет и быстро умирает. Ну, тут там интересная такая статистика, что четыре раза в этом патче пикались ССФ, ЕС и Дисраптор. Вот какое-то интересное сочетание героев, да, и все это с финрейтом 0%. То есть эти ребята вместе не выигрывали. Ну, Вега попытается статистику немножко исправить. Ну что, по карте пока все очень даже спокойно. Мы видим, что маг старается больше не высовываться. У него и так две смерти, уже довольно много на Space Cradle, поэтому нужно немножко приостановиться. Паша фармит вроде замечательно. Ну, мы понимаем, да, что казалось бы, по крипстату идентичны идут, что алхимик, что и свен. Два крипа всего лишь разница, но по надворцу это просто большая яма. Большая яма, которая уже вставляет тысячу монет на шестой минуте между двумя этими керри-героями. За алхимиком по фарму угнаться, ну, просто невозможно. За счет своей пассивки он фармит намного лучше, намного больше, намного качественнее. Поэтому, как самый крутой вариант игры против алхимика, это, конечно же, стараться его убивать. Но пока таких действий в Сталниве Гаскадрон мы с вами не видим. Почему? Ну, потому что нужно, чтобы суппорты взяли себе левел, потому что нужно, чтобы у СФа там появилась какая-то мека, условно, чтобы Свен купил себе свои Драма Феджен, с Блинка тоже смог уже нападать. То есть для того, чтобы быть сейчас такими агрессивными ребятками, все-таки нужны айтемы. Так, Соло здесь. Выходит Никва и Стана. Соло зажимают. Соло что делать? Кинетик дал, Тандерстрайк дал, есть Глимс, Глимсует и Соло погибает. Там Телеклук вверх зашел, на Семзе Слеера. Это минус дал исполнение Фоцел. Ладно, еще и СФа-то поджали, а СФчику что делать? Ну, есть у меня Шадоу Рейз, нужно выйти сперва из-под Кок. Выходит, приходит Паша по двоим. Стан замечательный, под Шадоу Рейз подставляется оба и успевает уйти Клопа, но не успевает Клок вверх. И Клопа в наглую просто делает ТП-аут. Ну вот просто повезло сейчас. Как качественно подключался Паша и давал замечательный стан, но демэджа не хватило. В итоге только одним фрагом радуются ребята из Вега Складрон. В размин двоих. Ну и при всем при этом, опять же, фармит Алхимик. 3300 монет. Ну я тут уже не сомневаюсь, что первоначально, конечно же, пойдет этот Сакс в Радианс. Скупит себе Сакрат. До которого, кстати, не так много уже и осталось. Ну а с Радианцем дела пойдут еще лучше. Так, все, мы левел третий. Ну, конечно, довольно плотно обижает ЕС, сам он не фармит. Экспириенс он не получается. Так, и для Сэфа, не более того. А, кстати, бамбу хорошего не ставит. Отрезает, но вана. И сможет ли глимсануть соло? Соло! Соло глимса не хватало. Второго вроде прокачки. И он просто не дотянулся. А так хотел свернуть, так хотел дать парочку шаду рейзов и сделать дело. Не вышло. Прошу ваше отметить внимание также на отличный вардинг в исполнении Фоклаварса Клеприкон. Вот все эти активные действия от Сэкси Мобо обусловлены только наличием вижена в чужих лесах. Просто раз вард, два вард, и где-то здесь еще третий вард стоит. Ну, очень важно иметь такую информацию перед движением противника, движением суппорта. Вы исключаете возможность подставиться сами и при этом имеете отличнейшую возможность напасть. Ну, вот, правда, сейчас неудачный, наверное, ганг будет. Типа двордом противника пробежались. Сэкси Бамбу вместе с... Никой. Благополучно спятался Паша. Да, Паша покупает себе свой брейсер. Не так много осталось на Драма Фэнджеранс. Ну, конечно, довольно забавно наблюдать, да, когда два кири-героя стоят, формят одинаковое количество крипов, но при этом один еле-еле пытается выформить себе барабаны, в то время как второй уже нацеливается на покупку рецепта на Родианс после купленного Сакрона. Ну, это фантастическая, конечно, разница. Попытка атаковать мага. Маг в очередной раз на пути создания спейса для своей команды. Замечательный, в ходе его прячут. Маг приходит Ноуман, пытается помочь. Два неплохих шутерейза прописал, но ЕГМ пока живет, и Кабанчик приосновил, дал возможность Ноуману сделать еще одну тычку с руки. В результате разменен пока один в один прошел. Ну, и на этом все останется. Как было. Разница между Алхимиком и Свеном уже составляет порядка двух тысяч. Много. Така будет Боттл здесь Сема вместе с Ноуманом. Ну, Ван, в принципе, неплохой старт. Купил он себе баг, у него 2-0-0. Ну, вообще, кор-герой Вегас Кладрон, за исключением Мага, чувствует себя хорошо. То есть, и у Свена дела идут неплохо, и у Сэфа. Все вот это только важно реализовать. Клок вверх. Пытались помешать, смотрите, какая качественная фиссура Сема появилась. А Сема-то... Ой-ёй, я с Экси-Баму только качественно уходил. Но Праймал Рором встречает Маг. Парочка Шадоу Рейнс отправляет Наверное, Клок вверх. Крайне нагло действует, конечно, на Слок. Слишком далеко заходит. Попытка атаковать Соло снизу. Сноубол пошел от Нейква. Не очень удачно. Подставляется подстан от Паши и умирает. Ну, вот так вот получился своеобразный дайбол. Ну, и вот на ровном месте буквально два своих тиммейта потеряли ФОЦЛ. Сейчас на С5-5. Так, ну, пока ничего не происходит. Десять минут игры у нас уже позади. Смотрим графики. Видим, что в принципе преимущественников ФОЦЛ нет. То есть, то, что он нафармил Алхимик компенсирует с наличием распределенного фарма у всех персонажей Вега-Сквадром. Но по эксперинису Вега даже впереди. Ну что, Алхимик купил Радианс. Одиннадцатая минута. Тайминг замечательный. Снизу драка. Так, Паша получает каски. Включает Warcry с руки. Его сейчас пробить будет довольно сложно. 23 единицы брони. СОЛ еще плюс ко всему мешает. Ну, СОЛ тоже. 17 единиц брони. СОНИК ВЕЙВ залетает! Хороший под бои, но нечем добить! Качественно выбирал пайкат от этого вот АОЕ, по которому не дался ультимейт. Но этого не хватило. И тут вот СОЛО. СОЛО-то не уходит. ТПшки у него нет. ЕГМ пытается его подбить. СОЛО прячется. СОЛО дает кинетик. Спрятаться бы еще куда-нибудь, но СОСНЫ мешают. И, к сожалению, карта имеет свои границы. Эх, а хотелось бы, конечно, безграничную карту иметь. Чтобы продолжать паниеврировать по лесам. Ну, Алхимик пошел. Алхимик пошел. Для него сейчас раздолье. Парочку стаков на нейтралов сделали, и он все это будет фарминг. Если бы не НОВАН, который приходит, то отличные шадоу-рейзы. Большую часть крипов съедает. Но вот это вот очень важный мув был. Ну, чуть ли не голды 500, наверное, сейчас НОВАН выкрал Алхимика. Таким вот наглым образом. НОВАН красавчик. Покупает себе, кстати говоря, Мекангом. И сразу же смещение вниз. Будут 2-5 тир-1. СОЛО здесь. Еще ДП, Секси Бамбу, ставит Коги. Просто ждет СЕМу. Еще не дача, как говоря, ждет. Праймал Роран нажимает Пайкат. Пайката будут убивать. Сема, Сема. Пытает взять Фиссуру. И вот она Мека. Сема. Дайте уже Фиссуру. Дает Фиссуру и выживает. 17 хп всего лишь осталось. Фантастика. ДПА делает Никва. Пытает уйти также ЕГМ, которого Глимсуют и никуда уже отсюда не отпустят. ВЕГА Сквадрон. Отличное смещение. Попытка дефать своего Тауэр. Прошла довольно успешно. Еще и Тауэр с ВИЗ Денайл. Но как же блистательно получилось реализовать свою Мекку. Вот только-только она была куплена, только ее получил в инвентарь себе Но-Ван, как тут же устроили файв, которым просто разнесли противника. Ну и ответный пуш. ВЕГА Сквадрон теперь будет идти по нижней линии. Встречает их сразу же Глиф. Ну и Клок вверх здесь. Тауэр как-то отдавать не хочется, но там смотрите, как налегли на него ВЕГА Сквадрон. И с дабл дэмэджем еще Но-Ван. Конечно, Тауэр падает Титер-2 ломать. Почему бы и нет? И... Да, еще один тавр тоже с Хелли. Два тавра плюс выигранный файт. Ну что ж, неплохо, ВЕГА. Неплохо, ВЕГА. Две с половиной тысячи монеты они сейчас выиграют. Ну, противник и три тысячи. Эксперинс. Архимик после Радианца уже имеет два двести. Ну, пока вы знаете, в сильнейший отрыв он от своих противников уйти не смог. Мы видим, что СФ преследует его, что с голдой разница. С Вен, конечно, довольно много проигрывает тысячи голдой, но все равно пока еще не критично. Так, на Нувана стан пошел. Ну, такая себе попытка забрать СФ. У него хоть и тысячу двести хп всего, но есть МЕГА. Пусть подтягиваются тиммейты. Так, Ultimate Torp. Ну, что это у нас такое? Манта Стайл, скорее всего, да? Не верю я в какие-то лингенсферы на алхимиках. Хочу, извините. Манта Стайл как-то ближе, хоть опять же, я не совсем сторонник таких вот именно айтем билдов на алхимиках. Ну, хоть так. Это лучше, чем покупать себе линку вторым артефакт. Пусть будет манта Стайл. Что Пайкату? Пайката, кстати говоря, вообще ничего нет. 2-1-0. Ну, вот у него нетворс тоже такой весьма посредственный получается, где-то разочек отдался. Ну, вот фрагов не получается делать в должном количестве. Кипопа такой герой, который получает лучший стой левел седьмой, и она убивится. И благодаря только фрагам на суппортах она может зарабатывать огромное количество денег. Когда фрагов не происходит, не получается делать, она теряет фарм. Тем временем Вега и Складрон забрали на топе Тавр. В миду свой Тавр давать не хотят, надоев пока Паша вместе сём. И Паша с барабанами, Фиссуров, Пайката, Стан пошёл, нужно бегать, эхо, Слэм, Статик ставит, зацепили ещё и Никва. Это минус 2. И Праймал Рор. Пришёл Сакс, куда ж ты пришёл, друг? Куда ж ты зашёл? Нарвался на Стан, нарвался на Дизейбл, тоже погиб. Да, ну в файтах, конечно, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, ребята, здесь с Фотсел вообще ничего не получается. Страдают, терпят крах. Ну и самое неприятное для Фотсел, конечно, то, что они потеряли алхимика. Герой, которому вообще ни секунды нельзя проводить в таверне, он же теряет огромное количество денег. Ну и Вега, смотрите, как реализуют. Сразу малейшее преимущество по секундам, по минутам, каким-то, да, и по фрагам. Ой, залетает, да, посмотрите. Как нагло, как нагло почти залетел на Сакси Бамбу, но не достал фукшотом. Но вообще, конечно, если бы залетел, он скорее всего просто-напросто погиб. Возможности забрать тяги сегодня все равно не было, но тем не менее. А, слушайте, глипсанул, по-моему, да, его? Нет, видимо, просто не достал. Просто я видела, что хукшот мне казалось, что мы должны прилететь, но он не прилетел. Так. Так-так-так-так-так-так. Ну что, 11-6. Теперь есть ли крономико на первом уровне у бестмастера. Блинк-таггер появляется у Свена. И СФ у нас через 800 колды будет иметь уже БКБ. Все здорово. Но это обратите внимание. Вот игра с алхимиком. В чем ее большой минус? Формит только алхимик и больше никто. А если алхимик убивает, команда остальная становится тоже бесполезной. Ну, здесь вот хотя бы какие-то айтемы есть у каждого из персонажей, да, от Варканчика, какие-то Глиммер Кейп, у одного Мекку, у второго Некрономикон, тут барабаны с глинком. А здесь вот только радианция, алтимейт орп и все. Мэджик Вонду у остальных его тиммейтов. Какие-то бутылечки. Фиссуров, Сакси Бамбу. Зажали в Кинетик. Тендерстрайк сверху повесили. Нужно запинывать с руки просто. Ну, пришлось глимсануть и килл сделал. На топе. Попытка зацепить Саксу. Убивать его буду через два стана. Через праймал роллы стан с Вена и Саксов выжить не может. Радианс не спасает. ХАП успел Тавер, если говоря, забрать и тут же отблинковывать спайкат. Да, ну, пока как-то у ФЦЛ не вяжется в этой игре. Начало было хорошее вплоть до 11 минуты. Вот с 11 минуты, когда купил себе Радианс Алхимик, ФЦЛ вчетвером уже не могли делать какие-то фраги, потому что у противника была Мека, Барабаны, куча аур, всяких Энербистов. Ну, и Алхимик дофармить тоже не смог. Два раза подставил с народной мести. И сейчас Вега Складрон методично и последовательно сносит Тавер за Тавером, имея Таеки в своем монетаре. Все у них круто, все замечательно. Теперь прямой заход на хайграунд остался. Ну, и как дефить? Как дефить? Что делать? Так, залетает Паша, внаглый на Секси Бамбу, Глимс был не самый удачный, Рекиум, запили Секси Бамбу, есть дебаф, Шадоу Рейс дают, Секси Бамбу выживает. Теперь на развороте, пошел Сакс, сажали, ноу Ванны, хороший Айшар, ставится Тесвар, ноу Ванн теряет Аегис, кинетик под фиссуру, отлично, кинетики пока зажались Алхимика и Клопа. Тут Сноуболом залетели, пытаются убивать Пашу, Паша АТ ходит, Секси Бамбу залетел, просто за спину поставил неплохие Коки, но Ванн по КП, вечер, который уже забрали. Сакса оббегает, и ХС Лэм дает Тёма перед своей смертью, неплохо, ХС Лэм прописал, вечер, который сделал Байбэк, но Ванн пытается под БКБ драться до конца, убивает ли, да, убивает Алхимика, станет Паш, и Паша до сих пор жив, он у Вана съедают, и посмертный Реквим Нику не добивает. Дальше ныряет Пайкат. Пытался убивать Свена, Свена цепить не получилось, Магу нужно уходить. Хотя Маг не против и подраться, судя по всему. Некриномиконов посылает вместе с Кабанчиком за ЕГМ, ЕГМ страдает, ЕГМ! Каски, каски летают, не подпускают к ЕГМ, у Маг пытается сделать тэп-аут, но ХП у него осталось очень мало, и он погиб. Ну, не самая крутая драка в итоге получилась для ребят из Века Складрон. Желаемого они не достигли, не выиграли противнику. Не выиграли замес 5-0, да, и не снесли эти р-3. Поэтому денег было в Фотзелл заработано много. Получается, ты с половиной тысячи голды и пять тысяч экспириенсов. Неплохо, неплохо, как ты говоришь, Каба Па больше всех заработала. И сразу покупает себе три четверти от Аганима. Ну, хоть что-то. Вообще, конечно, Века Складрон показали, что они готовы уже подниматься на пригород, на возвышенность компонент, поэтому в ОПЕК крайне важно на каждый такой заход иметь ультимейт. А может быть и два ультимейта на один заход. Поэтому Аганим здесь, наверное, самое крутое решение. Что у Алхимика? Алхимик, ну вот фарм совсем приосновился, конечно. Алтимейтор был куплен очень-очень-очень давно, но после него, после него только смерти. Или 1100 голды. Тешловато фарм пошел. Ну, я думаю, что на месте Века Складрон нет смысла вообще как-либо останавливаться. То есть, все у них было замечательно. Сейчас дофармить себе еще по одному айтему какому-то. Кстати говоря, блинтагеру все, он появляется. Может быть, через Моку прогангать, да, и снова подниматься на хайграунд. Так, здесь опасно бегать с Акси Бамбу. Мы не нашли их, ребята, из Вега. Подсмокаем, побежали, кого-то искать. Ну, Вижна нет. Вижна нет в чужом лесу, поэтому наверняка знать, где перемещаются противники. Они не могут. И что только Соло пытается на чутье взять. Ну, вот так вот. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он Сакса, вот он Сакса. Врывает сразу же Паша, стан в Саксу прописывает. Очень больно, фиссура отрезающая пошла. И Алхимикс таким количеством дэмэджа просто не справилась, справляется в таверну. На развороте. Фотсел, пытается отомстить, просветили, но ушел уже Десвард никуда. Паша пытается сразу на развороте. Соник Вейв, и он Соло не пробивает. Фантастик, из Слэма прыгает всем за Слэр под боем. Отлично, разобрали тем временем Квапу. Минус также Тускар погонит за Кси Бамбу. Ну, с Кси Бамбу здесь уходит. В любом случае, это хороших минус 3. Ну и Квапа, что самое главное, без байбека. Она купила себя Ганим, поэтому денег у нее не осталось. Это, пожалуйста, отличная смок вылазка. Вегас Патрон сразу же тут реализовывать получившееся преимущество и сразу, сразу же проносит Медлинию. Сир 3 пал. Очередь за бараками. Глимсы пошли. Ну, Соло пытается нахалявить, кого-то вытащить, взрывает Секс Бамбу, от Баста врывается. Очень опасно. Получает раз, стан, два, стан, на полике и умирает. Такой себе врыв получился. Делает байбек. Медлинию уже потеряли футселл. И на развороте Пашу, стан залетает, каски туда же. БКП от НОУВАна. Рейквин будет давать, чтобы спасти Пашу. Соник Вейв, Паши Бойля, Паша таки погибает. Что дальше? Дальше Дура изят НОУВАна. БКП заканчивается. Айс Шард, пытаются подцепить, глимсуют хоть кого-то. Пошел Сакс, Сакс алхимиком. Стан в Соло прописывает. Можно отдать Соло, не отдавать СФ. Очередная фиссура. Сёма, посмотрите на эту фиссуру. Отлично перекрыл путь. Ну, фиссура на миллион. И спас ведь всех своих тиммейтов. Всех, кроме Свет. Свет, конечно, заверно. Хотя, смотрите, Пайкат туда гоняет, сразу же Татик Шторм ныряет. Ну, уходит Пайкат, с подвески Татик Шторма, врывается Никва, НОУВАна раздает неплохо, но один против Питера их не подерешься. Откатился у тиммейта Пайката, и СФ тоже разорвали. Ну, обычно в таких ситуациях говорят не оборачивайся. Всё понятно, конечно. Тут у нас СНГ Дота, брат за брата, за основу взято. Один умирает, второй его пытается спасти. Но так не должно работать на отходах. Если кто-то вдруг подставляется, бросай, и просто уйди сам. Золотое правило, которое работает у нас и как в паблик-играх, так и в продоте. Но, для поднятия морального духа соглашусь, что лучше, конечно, помочь. С параллельным духом команды. В теории, не просто пошёл Паша и в соло разложил алхимика. Ну, пошёл и убил его. Несмотря на разницу в нетморсах, всё же под ГДСом, конечно, Пашу не оставлять никаких шансов. 22-13 счёт. 23-я минута игры по заре. Преимущество у Vegas Quadron есть в размере 10 тысяч монет, по экспириенсу 7,5 тысяч монет, но самое главное их преимущество, конечно же, это снесённая линия. В очередной раз фиксирую я ваше внимание на... Ой, Праймал Рор, Пайкат, Соник Вейв дал пофармить, хотел и без МП, остался с Хельни Крономиконы, плюс сам он помог, скажем так, убить себя, когда провязал Соник Вейв. И такой вот халявный фраг получили ребята из Vegas Quadron. На родном месте. Сразу же Блинк появляется у магов. Так вот, хотелось зафиксировать ваше внимание на том, что нету абсолютно крутых каких-то айтемов в ОЦЛ. Блинк еле-еле нафармил себе Тускар, Квапава с Аганимом. Ну всё, ЕГМ, Бомжуи, Цексы Бамбу, с оффлейном, мы видим, имеет только робы, что очень мало. Конечно, сражаться с такой ситуацией в ОЦЛ очень-очень сложно. Ну, хорошо. Так, есть у нас небольшой перерывчик. Алхимик этот отвалился. Деемся, он вернётся. Ну, что уже можно сказать по этой игре? Можно сказать о том, что ребята из ФОЦЛ не совсем поняли, как всё-таки нужно было реализовывать этого самого Алхимика. Где-то просчитались, где-то, может быть, приняли не самые верные решения. Ну, Дегас Квадрон, вот видно, как коллектив, как вот пять частиц, соединённых друг с другом, они очень круто совладают. И вот, когда надо, они собираются вместе, когда надо, они тут там драку устраивают. И очень круто реализовывают артефакты, это тоже важно. Вы вспомним, да, вот за эту игру, но Ван получает Мекку, сразу выигранный файт и снесение, добитие своего Тавра. Там получает Блинк, Свен, он идёт и просто реализует его. И есть, только-только получил Блинк, отличнейшую здесь драку провели, они, когда Сахаслем он прыгнул по их, с Дизейпом. То есть, конечно, на всё это реакции ФОЦЛ не хватило. Ну и пауза отжимается, потому что продолжаем смотреть. Есть у меня небольшое ощущение того, что эта игра не так долго будет продолжаться. Сен-Жен-Яш покупает себе на Ван. БКБ, Сен-Жен-Яш и Мекка статовый, плотный СФ, который, которого очень сложно убить. Ну а темиджа, соответственно, СФ всегда хватает, за счёт того, что у него есть две пассивки. Некромастер даёт дополнительный урон, ну и, конечно же, Принцессов за Дарк Лорд, который позволяет нанесить больше урона по оппоненту. Так что всё круто. Всё очень даже круто. Так, через минуту с небольшим появится. У нас следующий Рошан будет второй по счёту. С получением АЕГИС, если достанется он ребятам из Вегас Квадрон, конечно, будет попытка снести вторую сторону. Я думаю, что ФОЦЛ как-то нужно попытаться за этого Рошана подраться. Тяжело, конечно, будет сделать. Вообще-то очень сложно придумать идеальную ситуацию для ФОЦЛ, чтобы они выиграли драку. Возвращаясь к теории, которую я очень часто иногда люблю вспоминать, теории идеального замеса ТИС. Так вот, какой должен быть ТИС у ФОЦЛ? Ну, это, скорее всего, нужно сделать так, чтобы висела под теми тучка, чтобы папа, конечно же, попала всем раскастом. И очень важно, чтобы Клуб Верк зафиксировал противника на месте для того, чтобы Вич Доктор поставил отличнейшую палку. Во всех этих раскладах и вот в таком идеальном варианте в принципе у ФОЦЛ есть шансы небольшие на то, чтобы поубивать нескольких персонажей, если не всех. Ну, в плане, кстати говоря, фиксации у ФОЦЛ это все в порядке. Вот у них есть два таких героя, которые вот рельефно могут ограничить передвижение противника. Это Клуб Верк и Тускар. Если сделать все идеально, особенно вот в узком проходе, в Рошпите, вот в этой точке, то какие-то шансы теоретически в ФОЦЛ в принципе еще сохраняются. Опять же, все я должен для этого сделать идеально и все очень плохо должны будут сделать Вегас Квадрон. Это тоже очень важно для Атиза. Одно из главных условий это то, чтобы противник допустил ошибку. Ну что ж, на Рошана заходят ребята из Вегас Квадрон. Да, и вот ФОЦЛ прекрасно понимает все. Держаться на своей базе нет никакого абсолютно смысла. Они выдвигаются в атаку. Смог. Прожали Смог, есть ракетка, видно, но в Ван, и как же правильно функционируется Вегас Квадрон. Просто отошли от СФа. Ждут врыва стороны ФОЦЛ, чтобы напасть потом самим. Алхимик в Квапое у нас будет с правой стороны заходить в драку. Пошли Айшар, Зехас Слэм, первый ты инициирует Семзе Слэйр, и Мак, дальше Праймал Роу по ЕГМ, и ставится Статик. Разобрали мечток очень больше. Очень быстро. И очень больно ему было. Но пытается Паша Кнатс за секси-бомбу, тут ставит Коки, погибает тоже, пошла Мека, бегает у нас здесь товарищ Сакса. Драться не может, как и Нико, в принципе, тоже, мы не Хромикона съели всю ману. Есть Соник Вей, в принципе, неплохой, но дэмэдж не критический. И в итоге минус 4 делают ребята из Вегас Квадрон. Ну что ж, хороший замес. Ну и им, объективно говоря, конечно, было сложно проиграть драку. Да, если провязывали все криво, но провязывали не все очень даже замечательно. Ворвались и убили. Ну и забрали, конечно же, Аегис, который достался Шоттофинту, покупает себе Ultimate Torp, купит себе какой-то Айвскаде впоследствии. Пайкат. Так, Пайкат на что? Ой, Сём за Слэйру убить хочет. Какой негодяй Пайкат. Перепрыгнул у Сёма. Просто перепрыгнул. Под Виженом сейчас пробегает. Видите, Пайкат. Ну, топ там с тиренем ломается, конечно, понятное дело, что по целу дефить его не могут. Юзает глиф. Пайкат преследует, преследует, преследует. Ну, его тоже, кстати говоря, было видно. Стоит падать. Ну, что ж, бараки падают. Падает милишный барак. И не добивает его, с му врывается. Двоих коги спрятал. No one. ЛКБ пока еще удаун не прошел. Пробивает Десвард, пробивает Твич Доктора. No one. Пытается слить, аегис его сливают. Соло. Тоже подставляется. За компанию сэфа отправляется. В небытие. Байбэк от Соло. Вернется он в игру так же. Вернулся в игру уже No one. Прайм Алрор цепляет Саксу. Пробивает с руки. Варкрай. И алхимика тоже уничтожили. Гуд геймблплейн. После паузы 5 минут буквально прошло и Вегас Падрон заставили противника написать ВГ. Хорошая игра получилась для Вегас Падрон. Все-таки Алхимик себя не проявил так как должен проявить. Ну а Вегас Падрон в очередной раз показывает, что со Свеном у них пока все замечательно. И вчера мы с вами видели одну или две катки. Я его сейчас не вспомню. По-моему даже две карты подряд они за Свеном играли и выиграли. И вот третья сейчас подряд залетает. Ну что ж, здорово. Вегас Падрон поздравляем с победой на по ЦЛ в рамках первой карты. Но обязательно будет еще карта под номером 2 и может быть будет карта под номером 3. Для того, чтобы это узнать мы с вами далеко не уходим, надолго не прощаемся и после короткой паузы в прямой эфир обязательно вернемся. Никуда не убегайте с вами сегодня адекват. Это StarLadder 13 сезон. Оставайтесь на канале.